Добрый день. Многие совсем недавно её выбрали для себя. Это интересно и полезно знать большому количеству людей. Но я сейчас не буду долго говорить, скажу, что для меня было бы также весьма интересно узнать ваше мнение по поводу такой сложной темы, как единый государственный экзамен. Я ходил 1 сентября в одну из московских школ, неплохих школ, и там мне учителя с пролетарской прямотой высказали всё, что они думают. Это не значит, что они ругали единый госэкзамен, они просто говорили о позитивных моментах, положительных моментах и об отрицательных моментах, которые могли бы быть учтены при корректировке правил о проведении ЕГЭ. И ещё одна тема, которую мне бы хотелось обсудить, это, собственно, модернизация школы. Вы знаете, у нас сейчас подготовлена концепция, наша новая школа. Она пока в таком, скорее, общем плане присутствует. В то же время за последние годы мы определённые шаги делали в этом направлении. Были подготовлены и внедряются пилотные проекты в области модернизации образования. Я ещё когда в правительстве работал, это было там сначала 10 территорий, потом мы, по-моему, с Андреем Александровичем договаривались. 20 плюс 10, сейчас уже их за 40 где-то, да, этих пилотных регионов. Там 31 работает в рамках проекта, реально работает уже больше 40. Больше 40. Ну вот я хотел бы тоже узнать, как вы оцениваете те преобразования, которые идут, что делается, на ваш взгляд, правильно, а что требует изменений со стороны законодателя и со стороны государства. Ну и, естественно, я готов обсудить любые другие вопросы, если они у вас есть. Да, и, конечно, я, помимо того, что поздравляю вас с Днём Учителя, ещё и поздравляю вас с тем, что вы стали лауреатами конкурса «Учитель года» «Россия-2009». На кассе это у нас уже 20-й конкурс, и, в общем, это, конечно, уже определённая традиция, это уже определённая история, то есть 20 лет подряд Россия выбирает лучшего учителя. Это здорово. Всё, прошу вас. Кто хотел бы что-то сказать? У нас тут без... Я по поводу ЕГЭ хочу сказать. О, пожалуйста. Сразу же с места в карьер. Пожалуйста. Я считаю, что ЕГЭ это очень хорошо, потому что в своё время, когда были обычный традиционный экзамен, ученики и учители оказывались по разной стороне баррикады. В настоящий момент ученики и учители оказываются по одну сторону, и они теперь являются участниками, ну, как бы сказать, равноправными участниками образовательного процесса, а не как это было раньше. Были же случаи, когда, например, ученик чем-то вот насолил учителю, скажем, да, учитель говорил, я тебе на экзаменах покажу. А сейчас уже такого нету, поэтому я думаю, что это... Только учителя делают, я вот преподавателем работал, значит, если студент чем-нибудь насолил, то же самое. Поэтому я и говорю, да. Идёшь на меня до экзамена. Да-да-да, мы с тобой ещё на экзамене встретимся, а сейчас получилось намного. Это проще, потому что у него в руках очень мощная дубина, у вас почти нет шансов кого-то отчислить из школы, вполне понятным причинам. А вот когда я работал преподавателем, я два раза не подписался в зачётке, гуляй, до свидания. Так. Ну, я думаю, что, в принципе, это хорошо. Кимы, которые вот мы сейчас видим тоже, ну, конечно, они требуют доработки ещё какой-то, но в основном я уже, например, вот по своему предмету довольна. Наталья Александровна? Наталья Владиславовна. Владиславовна. Тогда, значит, мне неправильно нарисовали. Представьте, представляйте, Наталья Владиславовна. Причём можно добавить тоже по поводу ЕГЭ. Очень хорошо, что дети из глубинки имеют возможность поступить в действительно престижные вузы, просто отправив документы. Откуда? Клименко Елена Александровна, город Калуга. Калуга. У вас поступают ребята? Поступают постоянно, ЕГЭ даёт возможность реализовать себя максимальным образом. Так. Калуга Михайловна, Республика Карелия. Меня несколько, знаете, смущает вопрос ЕГЭ по литературе, поскольку мы говорим о речевой компетенции. Как вот может экзамен по литературе проверить речевую компетенцию ребёнка? Здесь много спорного. Есть над чем думать, размышлять. Сто процентов. И меня тоже это, ну, как минимум, немного смущает, как вы сказали. И ваши коллеги, с которыми я встречался вот в школе, они достаточно развернуто обосновывали эту позицию. Здесь, ну, как минимум, это требует обсуждения. Андрей Александрович, по-моему, даже на эту тему высказывался недавно. Я видел в интернете ваши какие-то там размышления. Ничто не укроется, Дмитрий Анатольевич. Ну, конечно, я слежу за всеми вашими действиями. Дмитрий Анатольевич. Ну, сейчас, не, не, вы пока посидите, ну, там, в засаде. Я сначала с вчителями поговорю. Пожалуйста. Вот я тоже по поводу ЕГЭ. Я являюсь работой учителем русского языка. И в этом году в нашей маленькой сельской школе один ребёнок не сдал ни по математике, ни по русскому языку. У нас ситуация несколько иная. С одной стороны, конечно, мы рады и счастливы, что наши дети имеют такую возможность, хорошие дети. Мы неплохо готовим, поверьте, поступить в ВУЗы и СУЗы. Но в школе мы берём всех и ведём до 11 класса тоже всех. Если поставить вопрос так, что этот ни за что не сдаст, и мы уже видим, что он никогда не сдаст экзамен, и будем отправлять их после 9 класса неизвестно куда, что будет с этими детьми. Поэтому мы их ведём всех до 11 класса, но знаем, что экзамены они не сдадут. Как вас зовут? Ульяна Николаевна Чернышёва. Ульяна Николаевна, значит, у вас какое предложение? Отказаться от ЕГЭ? Нет, ни в коей мере. Но, может быть, несколько дифференцированный подход. Вот мы, допустим, даём нашей школе прекрасную, я считаю, профессию этим же мальчишкам. Они получают профессию тракториста и ветеринара. И нужно сказать, что в этом направлении они работают весьма успешно. А с предметами, допустим, русский язык и математика, здесь у них огромные сложности. Как бы мы, поверьте, не старались. Допустим, вот в этом году ко мне в класс даже привезли ребёнка из Москвы, который попросили подготовить к экзамену. Также на уроке, ни в какой неурочной деятельности. И девочка в нашей сельской школе, которая приехала из Москвы, сдала на четвёрку. Вполне успешно. Хотя в Москве у неё были серьёзные проблемы. А есть дети, которые ни при каких условиях не могут. И мы болеем за этих детей, переживаем, что будет с ними в дальнейшем. Ну вот, понимаете, это на самом деле важный момент, о котором вы сказали. Но дифференцированный подход, это всегда красиво звучит как принцип. Да, это понятно. Я всегда тоже, когда попадаю в сложное положение, говорю, нужно использовать дифференцированный подход. Но вот вы как будете его применять? Как вы дифференцируете того, кто способен к ЕГЭ, от тех, кто не способен? Это первое. Второе. Когда есть дифференцированный подход, и критерии этой дифференциации не определены, очень широкое поле для понятно чего. Значит, и спекуляции, и, простите, всего остального не очень хорошего. Потому что тогда можно сказать, знаете, что у меня не способен парень. Но вообще-то он умный человек. Поэтому ЕГЭ он сдавать не будет, а пойдёт по какой-то другой модели. Ну, допустим, по модели классического экзамена. А по экзаменам мы с вами, допустим, договоримся. И мы получим людей, которые прошли через сито ЕГЭ, и тех, которые не прошли через это сито. И у них будут одинаковые оценки стоять в эти статьи. Ну, не знаю. Я думаю, во-первых, это будет довольно сложно сделать. Во-вторых, это создаст целый ряд проблем. По-хорошему, конечно, это тоже, я понимаю, такое благое пожелание. Нужно всё-таки стараться всех тащить к результату. Мы стараемся, поверьте. Тем не менее, это не значит, что мы должны закоснеть в наших представлениях. Для нас это совершенно новый инструмент. Сейчас ещё, если коллеги есть, выскажутся, я потом свои соображения скажу. Думать о том, как улучшать, нужно. Но вот насчёт просто деления всех учеников на тех, кто сдаёт ЕГЭ, и кто не сдаёт, вот забегая вперёд, я скажу, я, пожалуй, против. Вот сразу же. Потому что мы тем самым нивелируем, или, если хотите, просто уничтожим весь смысл этого единого государственного экзамена. Пожалуйста, коллеги. Можно я ещё? Можно. Как учитель общества знания?